Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бабруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бабруиск-Лайв. Я Мария Бересневич, и мы начинаем. Указ об автомобильных перевозках призван навести порядок в транспортной сфере. Деятельность субъектов автомобилей и перевозчиков, в том числе и диспетчеров, не включенных в реестр, будет считаться незаконной и запрещенной. О пассажирах и о других водителях мы заботимся в первую очередь. У водителя нет бустера, и он отказывает. Законно ли это? Это абсолютно незаконно. На вас лежит ответственность за жизнь и здоровье перевозимых пассажиров. В детстве один раз я ездила на такси, когда родители проспали на поезд. Стоимость была выше, и, конечно, люди думали, а вызвать такси или не вызвать такси? Владимир Ростиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Новый указ об автомобильных перевозках призван навести порядок в транспортной сфере. Вскоре в стране также появится единый реестр. Что это значит для водителей и пассажиров? Во-первых, здесь мы говорим о подписанном указе, и он уже вступил в силу. Здесь надо немножко вспомнить историю, чем было вызвано подписание данного указа. Дело все в том, что у нас в республике нерегулярные перевозки, это перевозки пассажиров в междугороднем сообщении, в том числе и перевозки автомобилями такси, не лицензируются. То есть на них не распространяются лицензионные условия и требования. Поэтому это было в свое время сделано для того, чтобы рынок, наверное, попытался отрегулировать эти перевозки сам. Но в данном случае этого не получилось. На сегодняшний день у нас работает тысяча автомобилей такси. Именно такси, это тысячи автомобилей. Это огромное количество создалось и создается новых компаний, которые работают в сфере пассажирских перевозок такси. А также огромная часть нерегулярных перевозок в междугородном сообщении. Произошла такая ситуация, что, учитывая необходимость контроля и огромное количество обращений и жалоб от граждан, стали выяснять, как работают эти компании. И вышла такая ситуация, что отдельные компании, предприятия, которые выполняют в первую очередь перевозки автомобилей или такси, они уже имеют по одной-две тысячи автомобилей. И при этом у них оформлено всего лишь 5-10 водителей. Стала полнейшая безучетность автомобилей и водителей по всей республике. И на сегодняшний день уже ни одна служба, ни один орган не может сказать даже точную цифру, сколько у нас в республике работает автомобиль и такси, и сколько задействовано автомобилей. Компании еще можно посчитать, но автомобилей и водителей, сколько работает на нерегулярных перевозках пассажиров, практически даже невозможно и посчитать. То есть этот рынок, он стал, наверное, в какой-то части бесконтрольным. Поэтому, изучая все негативные явления этой ситуации, Минтранс вышел с инициативой, и эта инициатива была поддержана в создании государственного реестра. Реестр будет включать 5 основных позиций. Это будут включаться водители отдельно, автомобили, перевозчики, диспетчера нерегулярных перевозок и диспетчера такси. То есть эта регистрация будет вестись уже с 1 августа этого года. Указом определено, что с 1 августа до конца октября включение в реестр будет бесплатно. А с 1 ноября уже определено указом, что будет оплата, раз, и второе, деятельность субъектов автомобилей и перевозчиков, в том числе и диспетчеров, не включенных в реестр, будет считаться незаконной и запрещенной. Это с 1 ноября. То есть есть на сегодняшний день достаточно времени, чтобы те, кто еще работают, и работают не совсем верно, с огромными нарушениями, подумать и взвесить свои степени риска, стоит ли им работать дальше, или если они вообще пришли временно поработать, то, возможно, им нужно заканчивать свою работу к августу или чуть позже, заканчивать свою работу и уходиться с этого рынка. Очень много появилось, это объективная уже информация, случайных фирм и компаний. Водители такси такая особая каста в мире перевозок, да, у этого транспорта много плюсов, там можно буквально за 3-4 рубля добраться из пункта А в пункт Б, но между тем главный минус, да, это участившиеся аварии в последние годы. Какая вот сейчас ведется работа для того, чтобы предупредить? Кто допускается, какой водитель автомобиля такси должен работать? Это водитель возраст не моложе 20 лет, водительское удостоверение к категории B и наличие стажа управления не менее двух лет или стаж работы в качестве водителя не менее одного года. То есть это как минимум должен приходить водитель, подготовленный, да, еще я не сказал, это водитель, который прошел подготовку по программе, утвержденной Минтрансом. Поэтому водитель, в принципе, в такси должен приходить подготовленный. С чем мы сегодня сталкиваемся? Что в большей части водители не подготовлены раз, они даже и не знают ни своих обязанностей, ни обязанностей перевозчика, ни обязанностей пассажира. При контроле на линии выявляется до 10 нарушений у одного автомобиля такси. Это я только так сухо вам скажу, это перечислили только несколько. Это отсутствие разрешения на допуск к участию в дорожном движении, это техосмотр для автомобилей такси, он на полгода всего лишь пока. Отсутствие страхового полиса перевозчика перед пассажирами, отсутствие медицинского обследования перед выездом на линии, отсутствие техконтроля, обучения водителя, как водителя автомобиля такси. То есть ряд серьезных-серьезных нарушений. И что еще важно, что для общества, для населения, это внешнее и внутреннее оформление автомобиля. Автомобили абсолютно не оформлены. То огромное количество автомобилей, которые на сегодняшний день работают, мы все это знаем, и контрольные службы, и обычные граждане, потому что каждый день пользуются, каждый скажет, что большая часть автомобилей не оформлены. Цель здесь очень легко усматривается. Это уйти от ежедневного контроля, дорожного в первую очередь, всех контрольных служб, инспекций, чтобы уйти и раствориться в общем потоке автомобилей. На этом фоне, учитывая, что автомобили не всегда технически исправные, водители стремятся сделать как можно больше заказов. А это сегодня доходит до 40-50 заказов в день. Это огромное количество. По городу, с точки в точку, еще успеть рассчитаться, поработать с приложением. Это огромная и сложная работа. Поэтому, конечно, водители отвлекаются. А учитывая то, что они не совсем оформляются, нет этого длинного процесса оформления и допуска, это быстрый заработок. Вчера решил, сегодня поехал работать. И тут же пошли деньги. Поэтому, безусловно, происходят и аварии, происходят и аварийные ситуации. Единственное, что, если говорить про аварии, то здесь надо сказать, что, учитывая, что скоростной режим в городах, он не высок, они еще, слава богу, обходятся более легкими последствиями. Но аварийность есть. А должен ли быть в такси установлен газовый аппарат? По автомобилям такси здесь у них идет двойная ситуация, что если пассажир заказал поездку через электронную информационную систему, и, соответственно, он заявил, что будет оплачивать по безналу с банковской карточки, то, конечно, у него никакого дополнительного оборудования для приема денежных на личных средствах может и не быть. Если пассажир оплачивает наличными денежными средствами, то это должно быть кассово-сумирующая аппарация, вмещенная с таксометром или программные кассы. А может ли водитель отказаться в поездке пассажиру? Да, может. Законодательством эти позиции определены. Их не так много. И это, в первую очередь, самое главное – это отсутствие в салоне свободного пассажирского места, поведение пассажира, который нарушает общественный порядок, желание пассажира провести в автомобиле запрещенные вещи в виде багажа или ручной клади. Это основные позиции, по которым водитель может отказать пассажиру. Что касается перевозки детей, я нередко слышу случаи, когда мама с ребенком вызвали такси, и у водителя нет бустера, и он отказывает. Законно ли это? Это абсолютно незаконно, и за такой необоснованный отказ, он, так у нас называется, необоснованный отказ, предусмотрена ответственность по статье 18.26 Административного кодекса Республики Беларусь до пяти базовых величин. Почему отказ не обоснованный? Законодательными актами, которые у нас существуют в Республике, не описана обязательная необходимость использования бустера или детского удерживающего устройства. Поэтому для автомобилей такси разрешено перевозить детей без детского удерживающего устройства. Единственное, почему же отказывают? Возникает у всех вопрос, что, а почему же отказывают? Учитывая то, о чем я говорил выше, что многие водители пытаются уйти от дорожного контроля и раствориться в общей массе. Безусловно, когда это не автомобиль такси по внешнему оформлению, это идет обычная перевозка детей. А уже если это обычная перевозка детей и автомобиль нельзя квалифицировать как автомобиль такси, уже наступает на водителя ответственность за перевозку детей без детского удерживающего устройства. Но это абсолютно незаконно. Здесь еще хотелось бы сказать немного о той ситуации по детям, если мы уже говорим так уже в целом. Той ситуации, когда родители сейчас, конечно, учитывая, вы верно сказали, что стоимость услуг такси, она невысокая, это и быстро, и удобно. И подчас родителям особенно в плохую погоду даже, и те, которые имеют свои личные автомобили, у них нет желания выезжать по этой походе, и условий бывает нет. Они вызывают такси и отправляют своих детей в музыкальные школы, спортивные секции без сопровождения. У нас такие ситуации были. Значит, законодательством описано, что до 7 лет ребенок должен в городской черте быть с сопровождением. То есть посмотреть, как ребенок сел в автомобиль с балкона, это не та ситуация. Дальше, если мы уже идем, как водителю такси определить возраст ребенка. То есть если подошел один ребенок, 7 и 8 лет, я думаю, что не каждый может видеть. Поэтому, уже пользуясь вашим эфиром, если родители действительно ответственны и понимают, что водитель автомобиля такси тоже в сомнении, а можно ли везти этого ребенка или нельзя везти ребенка, то нужно, как минимум, подходить и водителю такси объяснять или показывать соответствующие документы, что ему уже 8 лет, но он выглядит на 7 или 9 лет. Но чтобы водитель такси во время движения, что родителей беспокоит, и о чем они потом пишут и обращения, и заявления, что водитель автомобиля такси во время движения с этим ребенком начинает задавать вопросы ему. «А сколько тебе лет? А есть ли у тебя мама и папа? А почему тебя отправили одну или одного?» Безусловно, этот ребенок эту информацию переносит потом родителям. Родители начинают в теперешнее время у нас не совсем спокойно, родители начинают думать неизвестно о что. А почему водитель такси задает какие-то вопросы моему ребенку? И вот на ровном месте буквально возникают жалобы, обращения и недовольство, в том числе со стороны водителей такси и со стороны пассажиров и родителей детей. Вспомнила ситуацию, спросила у знакомых ребенка, говорю, а как ты в школу ходишь, сколько добираешься по времени? Он говорит, а я на такси езжу. Я так удивилась, что я вспомнила в детстве один раз, я ездила на такси, когда родители проспали на поезд, и мы поехали на такси, а дети сейчас в школу ездят, поэтому как времена меняются и как такси быстро превратилось? Безусловно, парк такси серьезно увеличился, серьезно увеличился. Если даже вспомнить какие-то годы, даже 5-7 лет назад, когда у нас еще было несколько диспетчерских пунктов с сокращенными номерами, и не было приложений, и никто не имел и не пользоваться, то, безусловно, и стоимость была выше, и, конечно, люди думали, а вызвать такси или не вызвать такси. Это, прежде всего, безопасность водителей и других участников дорожного движения. Мы боремся на этом, потому что есть водители, останавливая водителя с Азербайджана, который непрерывно в период управления был 16 часов за рулем. Хотя, допустимо, можно 4,5 только без перерыва ехать. Во главе угла – люди. Страшная авария, которая произошла с маршруткой под Смолевичами в феврале прошлого года, всколыхнула сферу пассажирских перевозок. Контроль и проверки усилились. ГАИ, транспортные инспекции, налоговые регулярно на страже каждой жизни. Злостным нарушителям перестали грозить, перейдя к более радикальным мерам – изъятию машин. О пассажирах и о других водителях мы заботимся в первую очередь, потому что мы все участники движения, и без этого никак. Пассажиров всех пристегиваем, обелечиваем, так что все в порядке. Четко разграничивал требования к регулярным и нерегулярным маршрутным такси 2018 год и обновленный закон об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках. С того момента регуляры должны были возить людей по определенному расписанию маршруту и только после заключения договоров с операторами и контролирующими органами. Кроме того, у них должна быть лицензия и навигационное оборудование, которое позволяет контролировать соблюдение ПДД и режима труда и отдыха. К нерегулярам требования в разы проще, и по одному и тому же маршруту им следовать не нужно. Не осуществляем движения, пока не пристегнутся все полностью в салоне, в том числе и водители, и так далее, и тому подобное. Никуда никуда не спешим, на желтый не пролетаем, если пообщаемся, в принципе. Элементарные вещи делаем. Прошлой осенью Александр Лукашенко анонсировал создание официального реестра перевозчиков. Уже даже подписан соответствующий указ. Жесткие меры направлены на обеспечение безопасности пассажиров. За 2023 в Бобруйске к административной ответственности привлечены 532 маршрутчика. Из них 74 водителя не соблюдали условий перевозки пассажиров. Четверо нарушили правила обгона, 155 проехали на запрещающий сигнал светофора. Кто не включен в данный реестр, оказывается вне закона, его деятельность будет выявляться и пресекаться контролирующими органами. То есть тебе разрешили перевозить людей такси и маршрутками? В реестре ты иди вози. Правила будут тоже установлены. Если тебя там нет и, не дай бог, ты занимаешься этими перевозками, к Убракову и к Тертелю там места еще у нас есть. Жесточайшим образом надо пресекать это, чтобы понимали. Ноу-хау коснется городских, междугородных маршруток, такси. Основной приоритет – обеспечить безопасность людей и легализовать работу водителей. За 9 месяцев 2023 в стране проверено свыше 10 тысяч автомобилей. Нарушений – более 9 тысяч. В Бобруйске за октябрь-декабрь прошлого года изъято 6 авто. В реестр будут включены сведения об автомобильных перевозчиках, о транспортных средствах, о водителях, о диспетчерах в нерегулярном сообщении, о диспетчерах такси. Установлено, что является незаконной и запрещается транспортная деятельность, а также деятельность водителей в нерегулярном сообщении без включения в реестр. За включение в реестр указом предусмотрена госпошлина. Нововведение в виде официального реестра позволит выдохнуть спокойно. Теперь можно точно знать в лицо того, кто отвечает за безопасность. Правила созданы не для того, чтобы их нарушать. Госавтоинспекция напоминает водителям маршрутных транспортных средств и такси. Будьте предельно внимательны и осторожны. На вас лежит ответственность за жизнь и здоровье перевозимых пассажиров. Игнорирование правил дорожного движения может привести к совершению ДТП и серьезным последствиям, а также влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством. Протяженность платных дорог Беларуси 1787 километров. Оплачивать проезд обязаны владельцы всех транспортных средств с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн. С 2013 в стране действует электронная система БелТОЛ. Перед началом путешествия необходимо зарегистрироваться и создать счет, с которого будут списывать средства. Создали отделы контроля на платных дорогах. В 2014 году в Бобрусске появился отдел. Уже будет 10 лет. Мы получаем данные в автомобиленационно-нарушителях, останавливаем данные транспортные средства и берем с них оплату за нарушение в увеличенном размере. Для легковых автомобилей она составляет 100 евро. Для оплаты применяются бесконтактные бортовые устройства, которые крепятся на лобовом стекле. Специальная технология самостоятельно взаимодействует с металлическими порталами, установленными вдоль дорог. При этом определенная сумма списывается автоматически, без необходимости останавливать авто на специальных пунктах, снижать скорость, перестраиваться в другую полосу. Терминал для оплаты, оплату в личном размере, находится прямо в автомобиле. Контроль за взымание средств за проезд возложен на транспортную инспекцию. В случае частичной или полной неоплаты сбора, будет наложен штраф для машин с массой до 3,5 тонн, от 50 до 100 евро, с весом более от 130 до 260. Транспортная инспекция работает у нас, в принципе, с моей точки зрения, четко, ясно и доступно. То есть, если ты едешь, ничего не нарушаешь, и когда тебя останавливают, то особо их и бояться не надо. Если у тебя все хорошо и все нормально, ты собираешься и едешь просто с чистой душой, как говорится, дальше. Ну, естественно, если есть какие-то нарушения, ну, тут уже пожурить у них не получится, обязательно накажут. Но, опять же, наказывают не всегда максимально, тоже входят в какое-то положение. Есть же там, наверное, как-то минимальный штраф, максимальный штраф. То есть, как бы, ну, ребята адекватно работают и адекватно относятся к водителям, понимая, что водитель-дельнобойщик – это нелегкая профессия, скажем так. К слову, с начала запуска системы «Белтолг» наблюдается устойчивая тенденция уменьшения числа нарушений претензий пользователями. Платные дороги, напомним, обозначены знаками, которые установлены на достаточном расстоянии для того, чтобы водитель мог заранее определиться, каким маршрутом есть, и выбрать в качестве альтернативы бесплатную трассу. Кто сегодня собой представляет транспортная инспекция «Бобруска»? Контроль за соблюдением законодательства в области транспортной деятельности. Вы в профессии, насколько я знаю, уже больше 20 лет. А как за это время менялись подходы к работе? Сегодня активно работаем с госавтоинспекцией, с налоговой инспекцией, вообще со всеми органами государственными и контрольными. Что нужно для того, чтобы не стать случайным человеком в профессии? Должен быть человек уже с опытом. Кто сегодня собой представляет транспортная инспекция «Бобруска» и какими полномочиями она обладает? Контроль за соблюдением законодательства в области транспортной деятельности, производителями транспортных работ и услуг, а также выполнение других задач, которые возложены на инспекцию законодательством Республики Беларусь. Что входит в сферу контроля? Ну, вообще, сами виды контроля, они описаны в 510 указе, это о контрольной надзорной деятельности. Значит, там то, что имеет отношение именно к нам, это мероприятия технического, технологического, проверочного характера, они описаны, это работа на линии и работа на предприятии. Далее, выборочные проверки, это по утвержденному платному плану комитета госконтроля, который размещается в интернете для всеобщего доступа. Днеплановые проверки, это по поручению органов уголовного преследования, по возбужденным уголовным делам, связанным с дорожно-транспортными происшествиями. Значит, вот эти основные виды проверок, а также это мониторинг, но это такой вид, связанный с наблюдением, изучением обстоятельств, влияющих на нарушение законодательства. Что подконтрольно у нас на сегодняшний день, все инспекции, и Бобруйские в том числе, это перевозки внутриреспубликанские, международные, как грузов, так и пассажиров, в том числе на основании международных договоров, заключенных с Республикой Беларусь. Далее, это контроль железнодорожного водного транспорта, контроль перевозки тяжеловесных или крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования. Далее, соблюдение оплаты за пользование платными дорогами. У нас на сегодняшний день в Республике уже 1796 километров платных дорог. То есть там есть своя форма, свой порядок оплаты. С конца января вступили изменения в силу, и у нас еще одна функция контроля возложена, это за перевозки пассажиров гор электротранспортом. Это, в принципе, все направления, которые контролирует транспортная инспекция. Какие дополнительные услуги? Это рассмотрение заявлений на получение лицензии на перевозку пассажиров или грузов, рассмотрение заявлений юридических лиц и физических лиц для получения цифровых карточек водителей, работы по выдаче разрешения сервисным мастерским, которые устанавливают и ремонтируют тахографы. Вы в профессии, насколько я знаю, уже больше 20 лет. Как за это время менялись подходы к работе? Когда я начинал, то у нас даже не было и формы. Когда я начинал, и, собственно говоря, это были годы, когда с самой инспекцией чуть больше 20 лет, поэтому это было начало создания, и, собственно говоря, когда все это начиналось, то я был один в городе, я это все создавал, поэтому это был такой этап становления службы, потому что все эти годы нас планировали то объединить с кем-то, то разделить, но, тем не менее, за эти годы и в самом-самом начале работы у нас были очень охраниченные и узкие полномочия. То есть мы не пользовались административным кодексом, то есть мы не могли водителя привлечь или организацию к административной ответственности. То есть нас в административном кодексе не было вообще. То есть это все было иначе, и иначе было, но и ситуация была другая. Дело все в том, что в тот момент, когда только зарождалась инспекция, было на порядок меньше перевозчиков, как пассажирских, так и грузовых. Еще в те годы даже работали государственные таксомоторные парки. То есть это было, они уже дорабатывали, они показывали свою неэффективность, они уже не могли конкурировать с частным бизнесом, но они еще были. И в тот момент стали появляться уже все больше и больше автомобилей такси, стали покупаться микроавтобусы частниками, они стали на этом рынке работать. И за эти годы они серьезную заняли нишу, именно частный бизнес, как в грузовых, так и пассажирских перевозках. Очень серьезную. И поэтому появилась необходимость нас дополнить полномочиями, для того, чтобы мы контроль осуществляли в большей части самостоятельно. Самостоятельно, без участия других контрольных служб. Только по необходимости. Хотя мы и сегодня активно работаем с госавтоинспекцией, с налоговой инспекцией, вообще со всеми органами государственными и контрольными, если есть в этом необходимость. А сколько сейчас в штате людей? Ну, сейчас у нас в Бобруйске два отдела, в одном порядка 20 и во втором 5. Это два отдела, те, которые занимаются возложенными функциями на наш регион. Потому что у нас регион, это не только Бобруйский район, это и Кировский, и Глузский, и Осипович, и Кличев. То есть это вся территория, которая у нас находится под контролем. Единственное, что понятно, что скопление перевозчиков, это больше всего Бобруйский. Потому что город очень большой и серьезный. По отношению с другими городами, в отдельных, будем так говорить, даже еще не везде работают приложения такси, которыми мы все пользуемся. То есть там один-два автомобиля такси, и для этого населенного пункта, в принципе, достаточно. Пока. Но мы видим динамику, что все больше и больше остановятся автомобилей такси, в первую очередь в небольших городах. Какие современные технологии применяются в работе? Все больше и больше идет уклон на то, чтобы не отвлекать субъекты хозяйствования от деятельности во время контрольных мероприятий. Поэтому ведется огромная аналитическая работа по изучению баз. Это Белтехосмотра, страховых компаний, это Белых Симгарант, Белого Страха, чтобы изучить вопросы. Далее мы подключены к базе государственной, которая размещается на границе. Это база пошук, то есть выезд и въезд в Беларусь. То есть мы по этой базе видим автомобили, водителя, ЦМР, накладную, количество перевезенных пассажиров. То есть нам достаточно, чтобы с тем или иным перевозчиком знать, в каком разрезе работать, без необходимости не работать с теми перевозчиками, которые в этом сегменте не работают вообще. То есть чтобы они занимались своей хозяйственной деятельностью без отвлечения. Далее по контролю, если мы берем международные перевозки, то используются сейчас и цифровые тахографы. Они пришли на смену аналоговым, аналоговые уже в принципе свою жизнь доживают. Цифровой тахограф позволяет считывать информацию как водителей, так и скорость. И информация держится, одна только память цифрового тахографа держит год. Еще и в карточке одного и второго водителя сохраняется. То есть и считывание информации на линии получается намного быстрее. То есть автомобиль не задерживается без надобности. Потому что все понимают, что это сроки доставки груза, это время на перевозку пассажиров и так далее. Поэтому контроль на линии сейчас все силы идут на то, чтобы он был минимальный и быстрый. Контроль на линии, чтобы не задерживать. Далее уже используются новые цифровые тахографы. Те, которые позволяют нам считывать их даже по спутниковой навигации. То есть без остановки вообще. Также используется на автомобильных дорогах система динамического взвешивания автомобилей. То есть это без остановки. Это вмонтированы в асфальтное покрытие весовые комплексы, которые взвешивают автомобиль на ходу. Экипаж передает информацию. То есть экипаж тоже без необходимости не останавливает каждый большой грузовый автомобиль. Также используется современная технология при контроле за оплатой при движении по платным участкам дорог. Порталы платных дорог, те, которые считывают движение автомобилей, они, во-первых, там идет фотофиксация, вся эта информация передается в автомобиль, который стоит на линии. То есть он видит нарушителей, его фотографии, его номер, что он условно двигается со стороны Минска в сторону Бобруйска. Поэтому ему останавливать весь поток необходимости нет никакой. Он ждет именно тот автомобиль, который идет с нарушением. Как считаете, должна ли быть какая-то особая жилка у водителя международника? Что нужно для того, чтобы не стать случайным человеком в профессии? Когда еще был Советский Союз, была единая компания, она называлась «Софтрансавто». Еще, наверное, остались где-то эти на фотографиях, эти надписи на фурах «Софтрансавто». Это водители всегда были, допускались особенные, подготовленные именно те, кто болели за свое дело и которые приходили не на один день. Почему? Потому что это водители, в большей части они работали по одному, уходили на большое расстояние. Он должен действительно неплохо разбираться в техническом состоянии автомобиля. И в случае неисправности, даже на ходу, он мог диагностировать какую-то неисправность, чтобы знать вообще, до какого города он сможет доехать или не доехать. В те времена, конечно же, не было столько сервисов, не было столько заправок. Заправки были на расстоянии 100-200 километров. Международники – это были особенные водители. И, кстати, в те даже времена советские, очень многие были членами Коммунистической партии. То есть, потому что эти водители за границей, в том числе все понимали, это лицо государства. Следили и думали, кого отправить в рейс. Сегодня, конечно, ситуация изменилась. Сегодня уже водители-международники в большей части не занимаются сами ремонтом автомобиля. Но сегодня изменились и подходы. Сегодня водитель-международник как минимум должен знать не только дорожное движение Республики Беларусь, но и тех государств, где он находится. Потому что везде разные скоростные режимы. Везде, в многих государствах, разное на русской на ось, если он будет ехать с тяжеловесным грузом. Системы платных дорог в каждом государстве, в тех, которые они существуют, они разные. Разные механизмы оплаты, разные языки. Сейчас документ оборот намного вырос по отношению с тем, что было раньше. Это и необходимые сертификаты, это и разрешение в рамках международных договоров. И очень огромное количество этих документов пишется на иностранных языках. Поменялись и виды грузов. Виды грузов и необходимые нормативные акты, которые нужно соблюдать, когда перевозятся те или иные определенные грузы. Сейчас сверхценные грузы есть. Грузы живые. Скоропорт. Достаточно наименований грузов, чтобы водитель вообще смог разобраться, как его нужно доставить. Сроки доставки, в том числе, температурные режимы. То есть водитель международник, он с улицы так, чтобы пришел и поехал, не получится. Абсолютно не получится. Это должен быть человек уже с опытом. И человек, который к своей работе относится очень ответственно. Ответственность, наверное, аккуратность в вождении, это очень важно. Что предусмотрено за нарушение правил перевозки грузов и пассажиров? Ответственность за нарушение перевозки правил пассажиров или грузов, она разделяется. Отдельно идет на водителя, а отдельно идет на субъектах хозяйствования. Ответственность серьезная. Если на водителя, я только так по отдельным статьям скажу, что за нарушение режима труда и отдыха идет до 50 базовых величин на водителя. Юридическое лицо в части нарушения условий лицензирования, если будем даже рассматривать такие самые максимальные штрафы, это идет до 500 базовых величин. Ну и что нужно помнить водителю, чтобы избежать трагедии на дороге? Он должен уезжать отдохнувши. Второе – скорость. Все тяжелые аварии, в большей части аварии, это происходит на больших скоростях. Поэтому скорость и внимательность поменьше пользоваться мобильными устройствами во время движения.